Спасибо, брат Холмс, за ваше важное послание. Дорогие братья, нам очень не хватает президента Томаса Монсона и старейшины Роберта Хейлса. И все-таки мы продвигаемся вперед в работе Господней. Я глубоко благодарен за каждого мужчину, носящего Святое Священство. Вы – надежда нашего Искупителя, который желает, чтобы каждый человек говорил во имя Бога Господа, самого Спасителя мира. Он хочет, чтобы все Его посвященные сыны служили Его представителями, говорили и действовали от Его имени, и благословляли жизнь детей Божьих по всему миру, дабы вера также умножилась на всей земле. Кто-то из вас служит там, где Церковь была учреждена много поколений назад. Другие служат там, где Церковь относительно молода. Кто-то из вас служит в больших приходах, а другие служат там, где небольшие приходы совсем малочисленны и расположены на значительном расстоянии друг от друга. Вне зависимости от ваших обстоятельств, каждый из вас является членом Кворума Священства, имея мандат учиться и учить, любить и служить. Этим вечером мы объявляем о значительной реструктуризации Кворума Священства Махисдекова с целью более эффективного выполнения работы Господа. В каждом приходе первосвященники и старейшины теперь будут объединены в один Кворум Старейшин. Это изменение существенно повысит способность и возможность носителей священства служить другим людям. Предполагаемость Старейшин тепло и с любовью примут в Кворум. В каждом Коле президентство Кола будет продолжать председательствовать над Кворумом первосвященников Кола, но состав этого Кворума будет основываться на действующих призваниях священства, как будет вскоре объяснено. Старейшина Тодд Кристоферсон и Старейшина Рональд Расбанд, члены Кворума 12 апостолов, сейчас подробнее расскажут нам об этих важных изменениях. Возможность этих преобразований изучалась на протяжении многих месяцев. Мы почувствовали острую необходимость усовершенствовать то, как мы заботимся о наших прихожанах и отчитываемся о своих контактах с ними. Чтобы делать это лучше, нам нужно укрепить наши кворумы священства, чтобы они могли с большей силой обучать заботливому служению, исполненному любви и поддержке, которые Господь предназначил для своих святых. Эти изменения вдохновлены Господом. Внедлив их, мы станем еще эффективнее, чем раньше. Мы участвуем в работе Бога Всемогущего. Иисус есть Христос. Мы Его смиренные слуги. Да благословит вас Бог, братья, по мере того, как мы изучаем и выполняем свои обязанности. Об этом я молюсь во имя Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь.